Всем привет! Вы на канале Агент Геймс. И сейчас давайте посмотрим на мой первый в жизни умышленный спидран. В моем случае он будет по игре Король Лев с приставки Дэнди. Само прохождение почти без комментариев, а в конце видео будет разбор самых интересных и сложных моментов. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 примерно вот так чуть меньше чем 5 39 именно на этой секунде игра засчитала победу над шрамом и контроль над симбой стал недоступен разумеется такой результат я смог показать далеко не с первого раза основных попыток прохождения под запись было явно больше сотни наверное теперь как и обещал разбор самых интересных моментов несколько первых секунд симба не восприимчив к урону пока он мигает чем нужно воспользоваться чтобы пробежать насквозь первого врага далее быстро прыгаем наверх и нужно задеть синего жука так чтобы вас от него отбросило как бы вверх и тогда вы попадаете на камень а дальше дело техники просто быстро допрыгать до конца уровня максимально быстро после второго страуса во время полета надо максимально давить кнопку вправо чтобы сходу зацепиться за хвост носорога и после него быстро добраться до гнезда тут очень важно встать достаточно близко к обезьяне чтобы с первого рыка заставить ее перевернуться после того как вы оказались на верхнем гнезде и быстро заставили развернуться вторую обезьяну очень важно спрыгнуть вниз так чтобы сразу попасть на нижнее гнездо а не на землю причем сразу мордой к обезьяне для повторного рыка ориентируйтесь по веткам выше просто запомните под какой веткой и какой ее частью располагается гнездо и проблем не будет возникать очень удачный баг с пауком обнаружил случайно когда мучился с прохождением водопада оказалось очень даже кстати а что касается всеми ненавистных бревен здесь надо попасть на первое бревно как можно раньше чтобы быстро пропрыгать первую половину и успеть воспользоваться вот этим быстрым бревном и с него перепрыгнуть выше дальше уже не сложно на четвертом уровне важно первую гиену завалить с первой одышки для этого надо запрыгивать на камни сходу не цепляясь за них лапами а вот на эту гиену лучше свалиться как можно быстрее не останавливаясь на промежуточных камнях и не приседая высматривая ее одышку кидаем шрама два раза и первую пропасть перепрыгиваем сразу целиком гиен валить на этом уровне не обязательно все пробегаем максимально быстро вот здесь нужно достаточно поздно подпрыгнуть и с силой давить вправо тогда получится проскочить сквозь камни на протяжении всего уровня на очень многое влияют рандомные удары молний если слишком много будет ударять там где не надо или наоборот не появится огонь в нужном месте то все начинайте заново особенно важно появление огня на одном из двух выступов вот здесь перед последней дракой со шрамом ну а скинуть блохастого в сверху не проблема для успешного броска нужно зажимать стрелку в сторону него и нажимать удар а и и и и